Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это персики, абрикосы, вишни и все прочее То, что у меня было То, что потихоньку меня воровал и вытаскивал в течение пяти лет Полянский Владимир Да, Владимир На сегодня то, что вы записали про него пару статей Ну, видео-статей Сказалось положительно Потому что мало того, что бабки его стали булками с хлебом по голове хлопать Он не вытерпел лишений и тягот тяжелой жизни Великого косточковеда Приморья Продает свой участок И уезжает в Ленинград Так что скоро Там на всероссийском мире появится новая звезда В Ленинграде? Да Сегодня у меня будет сюжет даже про Ленинград Но это ладно Вообще мир тесен Дальше Они в течение пяти лет собирали мои косточковые все В этом году они получили невиданный По сравнению, какие они там не закупали Ты понял, на мире сорта испытательной Ну, понятно А тут получается целая громадная коллекция Рядом Вот Поэтому завтра они подбежают сюда Для того, чтобы решить вопросы Откуда что у меня появилось И все Ну, ты уже понял Это тоже хитренькие закидоны Понимаешь? Минутку, минутку Это же официальный разговор Я записываю Может, не надо так про них говорить Почему хитрые? Я же выписывал тоже На Украину ездил Что тут хитрого? Привозил веники с черенками Ну, яшно Ага Дальше Если кто-то из твоих друзей А в этом году я Так, восьмерку Ты понял Это поколение восьмое Девятое И десятое поколение Буду обрезать До двух почек А куда девать ветки? А ветки я предлагаю купить у меня На прививку А как с вами, когда у вас нет помощника? А, просто ко мне на почту Пусть заходят Только Я не буду Ты прекрасно знаешь положение мое Я повторяю Это к тем, кто имеет большой хороший сад И хорошо умеет прививать Да это уже их дело Лишь бы платили Вопрос Как вы отправлять будете С вашим здоровьем? Мы с Сережей сегодня разговаривали Сергей Значит Первое Это не дома Это нужно Врать две машины Ехать Это ехать туда в тайгу Это нужно будет там Наряжать Вывозить А потом отправлять Василич, может не оправдаться У меня Интересно столько падает У меня в этом году будет Несколько десятков заказчиков Я повторяю Если в тайгу Еще и минусы окажут Если кому-то надо Пятьдесят И больше Стоп Вот Я к тому же А кто будет По одной По две По одному По два Черенка Даже пускай и не думают Все понятно Вот это я и хотел утащить Так Оставить там в тайге Срежать по дной Вот И Превратить в дрова Чем Так Все про дрова Понятно Василич Еще Мы с вами торгаши Жизнь доставила Пенсионеров Я поднял цену До 150 рублей Что объяснять людям? Я поднял цену Любого черенка Даже дикого Даже дикой груши Даже Войлочной вишни Казалось бы Это Роскошные абрикосы Все что угодно Любая черенок 150 рублей Точка Хочешь бери Хочешь не бери Вам какую цену Огласите Это же будет запись Я сделаю фильм Из нашего разговора Я не знаю Вот сколько мне Придет заказов А То есть Торгаш Только Как говорила Только Если это будет Там 300-400 Черенков Тогда разговор будет Ага Ну все Все понятно Одну машину Только гнать туда И в каждые по 3 человека Это Все понятно Днем 21 тысячи Вот это и хорошо Что вы рассказали А девочки Это 49 тысячи Я заранее знаю Что эта идея обречена Потому что Я понимаю Я сужу по своим заказчикам 400 штук заказут Ты понял Да То есть В сумме В сумме 42 тысячи То есть У меня небольшой Колым будет Но плюс к тому Люди получат Навьё Понимаешь Которого в мире Нигде Нет Я то понимаю Ну будем надеяться Короче 400 черенков Заказ собирается Ну допустим 50 Плюс 40 Плюс 80 Как 400 набирается Так Тогда выедет Стройка я повторяю При заказе Потому что Там будет Количество Где-то 17 20 20 Только Ассорт образцов Ты понимаешь Так Уточняем Абрикосы Речь Только об абрикосах Правильно Да Только пока А Будет Будет Небольшое Количество Персиков Персиков Но Но Да Персиков Но Персиков Новых Персики Не прямо Стоячие А те Которые Образуют Крону Плакучей Формы Понял Понял Это Обалденно Понимаешь Василий И Прут Кирку Так Сейчас Так Еще Что-то Самое Важное Скажите Потому что Я отключаюсь У меня Вебинар Ну В общем Вот такие Вот Пирови Чувствую Я себе Хреново У меня Как было Яма 2.15 Глубиной И 2.40 Около Двора Так И есть Я без Дров И Соответственно Без Опилок Вот Сегодня Сижу Целый День Начинает Там Тухнуть И опять Растапливаю И опять Растапливаю Потому что Ну По периметру Дома Все Не засыпано Завалинки Я позакрывал Детям Тряпками Мне Позакидывали Но Они Пустые Так Василич Еще Короче Жизнь Создали Наши Депутаты Депутаты Так Обзывать Уже Не надо А вдруг Придут Помогут И Придут Не помогут Потому что Их Не избрали На Очередных Выборах Все Ладно Василич Про Политику Не Я Отключаюсь У меня Вебинар Короче Резюмирую Сегодня На вебинаре Я словами Своими Скажу Позвонил Бродский Сказал Что это Самое Помните Я повторю Денег на дрова Нет Завален Заваленку Из Я Ничего Не забыл Из Опилок Делать Нечего Значит Так Зато Миллионер Из миллионеров Обладатель Уникальных Сортообразцов Восьмого Девятого Десятого Поколения Юрий Васильевич Бродский Заказы Принимаются Только крупные Для Тем Кто хочет Лечиться Косточками О А Мишгалин Ты понял У меня Есть Где-то Штук Шестьсот Косточек Все понятно По восемь рублей Штука Не По восемь Вы что Это бесплатно Ну По десять Ну По десять Так И вы сказали Шестьсот Ну Все понятно Так Это всего Шесть тысяч Ну Ладно Все Смотрите Я Обещаю Я Друзья Я Для Себя Понимаешь Собираю И Каждый День Ем Да Знаю Я Тоже Ем Каждый День Молодец Так Короче Я Отключусь Фильм Будет Я Друзей Напрягут Через Несколько Ну Буквально Через Два Три Дня Выйдет Фильм Так Вот И Сегодня На Вебинаре Я Расскажу То О чем Сейчас Мы Говорили Коротко Словами Все И Последнее То Что Тебя Огреть Будет Мои Заведущие Вот Этими Ответственными Участками В Приморье Первыми Садоводами Они Хотят Познакомиться Поближе С тобой Пусть Приезжают Это Для Них У них Жарплаты Смешные Только Доехать Все Придется Где Они Были Когда У меня Был Урожай 200 Сыщных Ведер Ну Ладно У меня Правда 200 Не Было Но 183 Или 6 Помню Ведер В 17 Году Не Было Ну Понятно Так Все Васильевич Отключаюсь Извините Но Точно По Я Не Успею Очень Кстати Позвонили Очень Кстати Все Пока Все Что Вы Сказали Будет Озвучено Мы Одной Крови